Привет всем, меня зовут Олег и добро пожаловать на канал Дописки и Гастарбайтера В данный момент я нахожусь на довольно-таки крупном рынке одежды в Гуанчжоу И вы можете видеть, что за мной творится Вот, множество народу и причем сейчас именно то время, когда людей здесь в принципе почти нет Если прийти где-то на пару часов пораньше, то здесь будет лютый Не буду материться, но реально, блин, здесь начинается настоящий кошмар Толпы народу двигаются Вот, то, что вот сейчас вы видите, происходит Вот таких акиллерий с баулами здесь множество, сотни, тысячи, миллионы Я не знаю, ну в общем очень-очень много И вот когда первый раз я здесь оказался, мы шли в сторону горы Баюн И случайно вот наш маршрут через этот проходил, по рынок Я тогда настолько прифигел, что я даже думал взять такси и нормально уехать Но даже вот эта улица, которая вот за мной находится Она представляла из себя огромную пробку, причем пробку не из машин, а из людей, не тележек Ну и электровелосипедов И большую часть времени вот именно вот эта часть, она тупо перекрыта Но, видимо, потому что сегодня уже 5 часов вечера и суббота И, соответственно, большая часть людей уже заворачивается Надо будет как-нибудь сюда прийти в обычный будний день и посмотреть, что здесь творится Но, честно, я немножко побаиваюсь этого Поэтому снимаем на сегодня и именно вот в это время Причем одна из самых главных фишек именно вот этого рынка То, что здесь почему-то почти нет иностранцев Здесь почти все покупатели – это китайцы Видимо, есть какие-то причины, почему иностранцы сюда не ходят Либо потому что они не знают, либо потому что знают, что здесь творится Самый настоящий ад в рабочие дни Либо что-то по качеству не устраивает Ну, в принципе, это вполне может быть Вообще, на самом деле, про этот рынок я бы даже никогда не узнал Если бы я не оказался здесь совершенно случайным образом Вот, как я и говорил, просто гуляя здесь Ну, и, в принципе, вообще я сам по себе человек, который по рынкам особенно не гуляет И которому, в принципе, одержит неинтересное слово Вообще, еще рынок электроники как-то более-менее мне может привлечь Потому что там имеется электроника Ну, и, возможно, рынок мототехники Но, опять же, смысла здесь, именно в Китае, я не вижу ходить Потому что здесь Гончжоу мототехника запрещена И это небольшая проблема лично для меня Хотя какая проблема? Я боюсь здесь ездить даже на велосипеде Да и ходить здесь боюсь Как вы можете заметить, данные рынки очень-очень напоминают Те же рынки, которые есть в Кайхе Те же рынки, которые были в свое время в Маньчжурии Ну, и еще в других приграничных городах с России Как я сказал, с единственным различием То, что здесь иностранцев-то особенные нету Хотя сзади вот ребята стоят Непонятно, откуда они Вот здесь Так Vietnamese Гуляя здесь у меня появляется впечатление, что это является автовым рынком и довольно-таки крупным. Потому что вы можете видеть, что люди, которые ходят с тренерсками, несут различные баулы, перемотанные скотчем. Явно видно, что они их везут на отправку. Скорее всего, здесь рядом должны быть районы Эскарга и прочее. Но это мне пока неизвестно. А вон, кстати, очень активный человек сзади меня идет. Кстати, вы можете видеть сзади меня множество грузовиков, на которых грузится товар, грузится одежда. И, скорее всего, как мне кажется, это является автовым рынком. Соответственно, здесь в первую очередь закупаются сами китайцы для своих магазинов. И вполне возможно, что именно с этого рынка идет распределение на другие рынки Китая. Но у меня нет такого уверенности. В принципе, здесь, находясь здесь, у меня нет вообще какой-либо уверенности. И, кстати, вот вы можете сейчас сзади меня видеть то, что происходит погрузка и распроцовка различных товаров. И это на самом деле впечатляет, потому что здесь очень-очень много всего. И я вообще не знаю, что я не понимаю, что я тут делаю. Решил я видео тут поснимать. А вот сейчас мы заходим в самую гущу событий, где множество народа. Конечно, это довольно-таки типично для Китая, но именно что происходит здесь, меня немножко поражает. И опять же, как видите, почему-то всплывают воспоминания именно о наших рынках в России, которые были в свое время. Не знаю, есть ли они сейчас, потому что в России я бываю не так часто. В среднем один-два раза в год и на период до двух недель. Не дольше. Во-первых, потому что работа. Во-вторых, ну, честно сказать, большая часть моих друзей, знакомых и с тем я общался, они уже обновились с семьями. И как бы не получается именно столько же времени проводить с ними. С домашними, конечно, хорошо проводить время. Но тоже, когда особенно ничего не делаешь, начинаешь тупо лезть на стенку. Ну, в принципе, и здесь происходит, например, вот некоторое время назад я просудился. В течение двух дней я валялся. На третий день я уже начал просто тупо сходить с ума. И поэтому начал что-то делать. Ну, а на четвертый день я уже вышел на работу. Хотя, доктор посоветовал полежать немножко. Но вообще, если вы хотите приехать и осмотреться по рынкам, то я не знаю, оно вам надо. Ну, если, конечно, это не является вашим бизнесом, то... Что, я думаю, по этим рынкам ходить не надо. Пусть очень-очень это на самом деле напряжено. Огромное количество народа. И вообще непонятный хаос, который постоянно происходит. И это довольно-таки такая напряженная схема. Но при этом есть люди, которые здесь живут, работают. Опять же, я вообще восвечаюсь перевозчиками, которые по этим рынкам ходят днями, неделями, выбирая товар. Жесть. Но, не, ну, опять же, я поражаюсь от количества всяких баулов здесь полных, не пойми чего. Ну, как, не пойми ничего, одежды. Ну, кстати, заметьте, особенность данного рынка. Здесь, в принципе, все чисто, несмотря на весь хаос, на количество людей. И это довольно-таки приятно, потому что, я помню, раньше, какие рынки были в Юго-Восточной Азии, да, в принципе, считаю, это был, ну, довольно-таки серьезный удар по психике. Потому что множество народу не особенно чисто. А здесь видно то, что убирают. Здесь видно, что... А, кстати, девушка со шваброй прошла. То есть, здесь сейчас доморачиваются больше по поводу внешнего вида, обертки. Вы можете посмотреть даже вот магазины, которые находятся слева, как они оформлены. То есть, они уже оформлены почти все в едином стиле. В принципе, все красиво развешено. Зачастую даже вот у нас в России, на рынках провинции, даже в торговых центрах провинции, как бы все упаковано намного хуже. И, естественно, я понимаю то, что здесь проходимость в разы выше. И можно тупо даже на проходимости работать. Но, ну, и, соответственно, в день, скорее всего, большая часть этих людей обслуживают, ну, как минимум, человек сто покупателей. Ну, хотя я, опять же, не давал своих подробностей. Особенно представляю, как и больше все работает. Но немножко поражает, на самом деле. И хотелось бы сюда прийти, как бы, еще раз, но с человеком, который говорит по-китайски, который все-то понимает в этих рынках. Так что, если такой человек найдется, напиши мне. Хотя нет, скорее всего, я позову Руслана, либо, или, ну, может, еще кого-то из своего окружения, кто сможет объяснить все более подробно, у кого довольно-таки хороший уровень китайского языка. А вот здесь еще один рынок, но он поменьше, и видно то, что он выглядит немножко пообеднее по сравнению с прошлым. Да, и народу что-то здесь поменьше. А вот этот рынок именно напоминает мне наши такие рынки, которые были раньше. И вообще те рынки, которые вы чаще всего можете найти именно на севере Китая, если когда-то были. Также частично напоминает те рынки, которые находились в Пекине. Да, я Пекине был на рынке, и после этого вообще не хочу на рынке ходить, от слова совсем. Но для следующего видео, наверное, все-таки нужно будет сходить, но, опять же, как я сказал, нужно сходить с человеком, который может мне все это дело показать и объяснить, что как, что можно поймать что-то интересное. Вот вообще с самого моего момента приезда в Китай, я вообще эти рынки стараюсь максимально избегать, и иногда даже стараюсь избегать крупные торговые улочки вроде Бейзинлу или Санхайлу, которые довольно-таки популярны среди туристов. Но из-за огромного количества народа меня они просто вводят в шок и немножко пугают. Ну, а если смотреть в общей сложности, то, в принципе, все равно здесь есть какой-то свой антураж, как бы, который вы не найдете ни в любой, ни в какой-либо другой стране Азии. Ну, в общем, как-то так. Вообще, обычно я стараюсь максимально держаться от рынков подальше, потому что очень-очень много народу, и я это переношу, как бы, не очень легко. Но в остальном, как бы, да, если вы будете как какой-нибудь в Китае, то, может быть, и стоит посетить какой-то из крупных рынков чисто для антуража и понять, что приходить сюда больше не стоит. На самом деле, впервые я оказался именно на крупном китайском рынке в Пекине, и с тех пор я понял, что... Ня-а, я не хочу здесь ходить. Ну, в общем, так вот. Если вас есть вопросы, что вам подойдет в комментариях, всем спасибо и пока. Ну и не буду обещать, но надеюсь, что с кем-то договорюсь, и это кто-то сможет мне показать нормальную парочку рынков, причем именно показать профессиональные стороны, потому что, блин, я торговаться не умею, если честно. В общем, всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok